Уравнение Марк. Это уравнение x2y2z, как равняется kxyz. У него есть два очевидных решения. Одно, тройка чисел 333, соответствующая величине кармы 1 единицы. И другое, тройка 1 1 1, соответствующая величине кармы 1. Так вот, цель сегодняшнего занятия. Доказать, что никаких других значений k не бывает. То есть, не бывает, что когда вы сумму 3 квадратов поделили в произведение числе x, y, z, получается целое, частное, отличное от единицы или тройки. Это уже удивительный результат. Вы, например, можете так сказать. Если вы возьмете в качестве x1, то смотрите, что получится. 1 плюс y2 плюс z2 делить на y, z равняется k. Так вот, оказывается, k может быть только 3. Вот даже без x, если x взять равен 1, этот результат уже выглядит удивительно. Если 1 плюс y2 плюс z2 делится на y, z, то частное может быть только тройким, чем другим. Из сегодняшнего рассказа это будет следовать. И, оказывается, для каждого из этих значений k решение уравнения в бесконечном номере. Причем это бесконечное множество объединяется в некоторое совершенно замечательное картинке, которая называется дерево Маркова. Сейчас должны найти решение и найти связь между решениями, соответствующими k равным 1 и решениями, которые соответствуют величине k равняется 3. Оказывается, связь между этим и тем равнямом установить очень легко. Рассказываю. Если у вас есть тройка чисел x, y, z, и вы каждое из них умножите на 3. Вот представьте себе, пишите не x, а 3x. Пишите не y, а 3x. Не z, а 3z, то вы получаете, я сейчас пытаюсь объяснить переход вот такой, от 1, 1, 1 к 3, 3, 3. То вы получаете такую величину. 9 умножить на x квадрат плюс y квадрат плюс z квадрат. Если считать, что эта величина уже у нас равняется 3x, y, z, то получаем такую вещь. Где-нибудь 3x, y, z. А это по-другому можно написать так. 3x умножить на 3y умножить на 3z. Преобразование, которое есть на доске, показывает следующее. Если числа x, y, z удовлетворяем уравнение x квадрат плюс y квадрат плюс z квадрат равняется 3x, y, z, то из этого следует, а на самом деле просто равносить, что числа 3x, 3y и 3z удовлетворяют другому соотношению. А именно 3x умножить на 3y умножить на 3z. То есть, если у меня есть решение вот такого уравнения, которое соответствует k равно 3, то я могу умножить численность y и z на 3, получить решение, когда k равняется 1. То есть, из любого решения, соответствующего каждому 3, получается решение, когда k равно 1. Оказывается, что верно и обратно. А именно, если у меня есть тройка чисел, удовлетворяющая равенство а в квадрате плюс b в квадрате плюс c в квадрате равно единице, то равен единице умноженной на а, на b и на c, то в таком случае числа а, b и c должны делиться на 2. А это значит, что а это 3x, b это 3x, c это 3z. Ну и подставив, мы получим это, а значит это. Поняли идея? Я сейчас докажу такую лекцию. Если а квадрат плюс b квадрат плюс c в квадрате равняется а, b и c, то в таком случае числа а, b и c делятся на 3. Это очень несложно, но это уже большой прогресс. Потому что это покажет нам жесткую связь между уравнениями, когда k равен единице и когда k равен трое. Оказывается, что это по большому счету одно и то же уравнение. Только в одном случае x, y, z, а в одном случае 3x, 3y, z, 3x. Доказать эту лекцию несложно. Простой перебор остатков от деления на 3. Значит, смотрите. Если у нас числа x, y, значит, а, b и c, а, b и c не делятся на 3. Ни одной из них. То смотрите, какая ситуация. Правая часть не будет делиться на 3. Вообще. Потому что произведение не делящихся на 3, на 3 не делится. А в левой части, посмотрим, что будет в левой части. Если число не делится на 3, то какой остаток от деления на 3 дает его квадрат? Какие бывают числа? 3x, 3x плюс 1 и 3x минус 1. Любое число представимо в одном из этих видов. Ну, у нас считаем сейчас, что а не делится на 3, поэтому 3x неинтересно. А вот когда 3x плюс 1 или 3x минус 1 возбудишь в квадрат, то смотрите, что у нас будет. Все равно будет 1. Совершенно верно. А дает остаток 1. 1 плюс 1 плюс 1 это 0. То есть, если бы числа АВ и С не делились на 3, то правая часть не делилась бы на 3, а левая, как сумма 3 и 9, делилась бы на 3. Это противоречие. Смотрим следующий случай. Пусть у нас с вами такая ситуация. А делится на 3, а В и С на 3 не делятся. Одно число делится, а два других не делятся. Это совсем не зло. Потому что тогда правая часть будет делиться благодаря числу А на 3. В левой части будет остаток 0, остаток 1 и остаток 1, остаток 2. Это противоречие. То же самое. Представьте себе, что А делится на 3, В делится на 3, А С не делится на 3. Тоже очевидное противоречие. Потому что правая часть на 3 делится, как произведение делящееся на 3. А в левой части эти два слагаемые делятся, А квадрата и В квадрата. А число С квадрата не делится. Таким образом, остался единственный случай, когда все три числа А, В и С на целом делятся на 3. Это хорошо. Это мои молодцы. Потому что мы сейчас с вами нашли взаимоднозначное соответствие между уравнением, когда К равняется 1, и уравнением, когда К равняется 2. Теперь давайте разберем еще один случай. Уравнение Х квадрат плюс В квадрат плюс З квадрат равняется 2Х В квадрат. Оказывается, тоже такие же очевидные соображения, как только что были изложены, можно доказать, что у этого уравнения нет ни одного решения на правильную число. Такие же простые соображения делаются. Ну, смотрите, могут все числа Х, Y и Z быть нечетными? Могут. Конечно, нет. Потому что если они все три нечетные, то здесь будет нечетное число, а здесь четное. Согласны? Да. Хорошо. Дальше. Что нам еще надо смотреть? Может только одно из чисел Х, Y и Z быть нечетным? Тоже нет, по той же причине. Если Х нечетное, а Y и Z четные, тогда здесь стоит четное число, здесь нечетное, здесь четное. Тоже не бывает. Значит, что мы должны смотреть? Такая ситуация. Если 2 нечетные. Х и Y нечетные, а Z число четное. Давайте посмотрим, бывает ли так. Представьте себе, что Z это у нас какой-то там 2К, Х это 2N плюс 1, Y это 2M плюс 1. Как записывается уравнение? 2N плюс 1 в квадрате плюс 2M плюс 1 в квадрате плюс 4К в квадрате равняется 4КХ, Y. Я не буду вместо Х, Y вставлять значение, потому что и так уже все понятно. Ребята, если я раскрою скобки, то получу такую формулу. 4N в квадрате плюс 4M плюс 1, и здесь тоже сказали, плюс 2 плюс 4M в квадрате плюс 4M плюс 4К в квадрате равно 4КХ. Абсолютно очевидная ситуация. Делится на 4, делится на 4 везде, кроме 2К, которая на четвертку не делится. Значит, случай, когда 2 нечетных числа тоже невозможны. Остается последний случай какой? Все чудные. Пишем, Х равняется 2А, Y равняется 2B, Z равняется 2С. Это так пишется формул, что все три числа черные. Подставляем наше уравнение. Получаем 4А квадрат плюс 4B квадрат плюс 4С квадрат. Это равняется 2 умножить на 2А, 2B и 2С. Делим на 4, и уравнение получает такой вид. А квадрат плюс B квадрат плюс С квадрат это 4АВС. Вы прекрасно понимаете, что я сейчас опять спою песенку про четность и нечетность. Не может быть, чтобы все три числа в 2С были нечетные. Поскольку тогда вот это черное, а эти суммы нечетные. Не может быть, чтобы одно было нечетным. Если бы два были нечетные, то ровно таким же рассуждением, потому что все, что мне было важно, что это число делится на 4. А от того, что коэффициент стал не 2, а 4, делим их только другую число. И у меня в результате получится, что опять числа АВС четкие. Значит, АВС это опять 2 чего-то, 2 еще чего-то и 2 еще чего-то. Подставлю, коэффициент станет равен 8. Понимаете, где это? Называется ли это бесконечного спуска. У меня получилось, что здесь коэффициент все время растет, растет и растет. А между прочим, числа, они же каждый раз делятся на 2. То есть АВС получаются из чисел x, y, z, делением на 2. Но невозможно натуральное число делить на 2 бесконечно много раз. Если бы было решение у такого уравнения, то это были бы удивительные числа x, y, z. Их можно было бы бесконечно много раз разделить на двойку. Поскольку таких чисел не бывает, то это уравнение не имеет ни одного решения. В случае k равен. k не может уравнеться. Ну а если x, y, z равно 7? Это не правильные числа. А вы же мне говорили, что это не правильные. Я говорю, я говорю. Числа сегодня весь день уравнены, разумеется. потому что, конечно, с реверциональными числами вы выпишете это совершенно не допустим. Это, разумеется, числе x, y, z. Это не правильный. Так вот. Сейчас мне нужно сделать следующую вещь. Доказать, что k не может быть больше 3. то есть я должен я должен каким-то образом рассказать вам почему ситуация когда k больше 3 невозможна. Значит, ситуация k равного невозможна, как только что было объяснено. k равняться единицы может, тройки тоже может, а вот оказывается быть больше тройки не может. Для этого нам понадобится метод бесконечного спуска. Это важный метод, хотя уравнение сегодняшнее называют в равнине Маркова, но придуман метод бесконечного спуска не Марков, который жил в 19-м веке, а фирма, который жил в 17-м. И заключает тут следующее. Я сейчас предположу, что уравнение имеет решение в числах, в натуральных числах x, y, при некотором k больше 3-м. И расскажу, как в таком случае получить меньшее решение. То есть предположив, что уравнение есть одно решение, я получу меньшее. Понимаете, почему это будет противоречие? Потому что если у меня есть какое-то решение, я из него умею делать меньшее, то из него я сумею делать еще меньше, из него еще меньше, из него еще меньшее. И таким образом буду получать все новые, новые, новые решения в натуральных числах, но при этом k меняться не будет и из тройки x и b z будет получаться меньшее тройки, еще меньше, еще меньшее. Только интересно, как вообще в принципе из одного решения на равнение можно получать другое. Нам сейчас очень поможет то, что это уравнение на самом деле квадратное. То есть здесь проявление, но мы его можем написать следующим образом. x квадрат минус k y z умножить на x плюс y квадрат плюс z квадрат равняется 0. Это уравнение квадратное по переменной x. Это x квадрат. Вот здесь коэффициент первой степени, а вот это коэффициент нацвободочности. У любого квадратного уравнение есть так называемая теорема Виета. Для тех, кто еще в школе не проходил, давайте я быстренько описываю ситуацию. то есть если взять уравнение, которое в окон x минус альфа и x минус бета такой уравнительный, ему удовлетворяют числа альфа и бета то когда вы расстроите скупки получится следующий уравнение. x квадрат минус альфа и x минус x умножить на бета плюс альфа бета. А это можно записать следующим образом. Это можно записать следующим образом. Так вот, давайте сравним то, что у меня получилось здесь с тем, что получилось здесь. Сравнение выполняется очень просто. Альфа плюс бета это к y z альфа умножить на бета это y квадрат плюс z квадрат. Вы скажете ну и что? ну да вот так вот оно звучит. Если уравнение есть два корня, то сумма этих корней это цена минус критерпы x а произведение это свободный человек. А вот что если вы знаете один корень например альфа то вы можете таким образом найти второй корень а именно бета смотрите бета это что такое это k y z минус альфа то есть давайте подумаем что это нам дает помните я в начале занятия обещал что будет некоторое дерево так вот смотрите откуда оно берется число альфа дает другое число бета значит сейчас для тех кто никакой формулы не знает я просто покажу это преобразование теорема гелета сейчас даже совсем необязательно из тройки чисел x y z мы получаем такую тройку чисел смотрите k y z минус x пришел k y z минус x а y и z остаются на месте так вот лимон я не хочу сейчас ссылаться на интерьер просто потому что возраст участников кружка не такой чтобы быть уверенным что вы все ее знаете если x квадрат плюс y квадрат плюс z квадрат это k x y z умножить x y z минус x в квадрате плюс y в квадрате плюс z в квадрате это k умножить на на y x умножить на y умножить в квадрате если была тройка чисел удовлетворяющая нашему сравнению равенную марку то можно из нее изготовить другую тройку чисел и принцип очень простой y и z остаются на месте а вместо числа x появляется k y z минус x давайте проверим действительно эти два равенства равносимы или нет ну для этого проще всего здесь здесь у нас будет k квадрат y квадрат z квадрат минус k y z x плюс x квадрат плюс y квадрат плюс z квадрат в правой части будет k в квадрате y в квадрате z в квадрате минус k x y z смотрим что у нас есть k квадрат y квадрат z вот дальше минус 2 k y zx совершенно я замечаю образом соответствует вот это минус k x y z если вы перенесете это направо то как раз получится уравнение y квадрат x квадрат x квадрат x квадрат x квадрат и я таким образом из одного решения умею делать другое правда интересный вопрос а верен ли я что оно будет меньше давайте поэкспериментируем возьмем тройку чисел 1 1 1 и посмотрим что у нас будет что из этой тройки у нас получится я думаю 2 1 1 я думаю 2 1 1 потому что k равняется 3 3 1 1 отлично теперь смотрите если я к этой тройке применю то же самое преобразование то я вернусь назад дело в том что если два раза представьте себе я в второй раз и делаю то же самое то есть искаю вычитаю вот это понятно что опять получится x вот но можно же по-другому можно же сделать так оставить вот эти два числа неизменные получится так получится 2 здесь будет 1 а на это место написать утроенное произведение минус это число утроенное произведение это будет 6 минус 1 5 2 5 1 а можно оставить неизменными вот эти числа неизменными что едет что едет поэтому я неправильно написал 2 5 1 действительно получает из этой тройки дальше числа уже стали все разными поэтому когда я двойную пятерку оставлю неизменными то все таки писать надо сюда 2 5 сюда утроенное произведение минус 1 это будет 29 спасибо абсолютно право так будет 29 так и здесь я должен пятерку и единицу зафиксировать их утроенное произведение это 15 минус 2 это 13 13 5 и 1 хорошо карман 3 да карман 3 да вот у меня здесь я начал строить и 1 1 и здесь и на что да в данном случае карман 3 все без обман все без обман так давайте мы еще один этаж напишем но на этом уже остановимся потому что дальше моего терпения не хватит если 2 и 5 оставить то получишь это если зафиксировать 5 и 29 значит здесь будет 5 здесь будет 29 так умножаем 29 я уже 15 я уже 15 не умножу значит это будет 5 что 4 140 сколько это 435 это 435 это действительно 433 так это 5 29 теперь надо еще 2 и 29 фиксировать 2 здесь у меня будет 29 надо умножать 6 на 29 6 на 30 это 180 минус 6 это сколько 169 174 минус 5 169 да 169 заметьте довольно быстрый рост чисел то есть если 2 1 1 или 2 5 1 еще можно подобрать то согласитесь что вот эту тройку 433 5 29 уже достаточно сложно так еще две тройки мы все запишем когда 5 1 это мы вот здесь взяли теперь давайте 13 1 13 34 спасибо так и давайте здесь что надо фиксировать фиксировать надо наверное 12 5 13 5 их произведение это надо 13 умножить на 15 это 195 и минус 1 это действительно 194 отлично на самом деле всегда делим никогда не сольются действительно сольются так до бесконечности будет происходить этот процесс и каждый раз будет ровно раздваиваться будет раздваиваться хорошо значит я стараюсь все-таки сегодня доказать два факта один факт которые присутствуют в этом деле никаких других решений уравнения марков нет то есть к может равняться единице или тройке ничего другого может равняться и если мы с вами возьмем тройку чисел один один и по только что изложенному правилу будем работать работать и работать то мы получим бесконечное деле там числа мы все время израстали мы получим бесконечное деле и оно даст все решения для случая к соответственно если все числа умножить на тройку то получишь все решения для случая когда к равно не понятно давайте думать давайте думать значит формула которая у нас дает из одного решения другое собственно формула написана давайте сейчас соображать что же что у нас есть вот когда есть тройка чисел то мы из нее можем получить вот такую вот давайте подумаем что нам выгоднее что нам выгоднее для того чтобы числа уменьшались а не увеличивались ответ очень простой нам выгодно сделать брать в качестве у и з маленькие числа а в качестве х брать самое большое тогда эти маленькие числа останутся а большое число у нас будет вычитаться значит если бы мне каким-нибудь образом суметь доказать если бы мне как-то суметь доказать что к у з минус х давай посмотрим что к у з будет меньше х то я научился переходить к меньшей тройке что у з остались те же самые а на первом месте число уменьшилось вы поняли что это было бы здорово что тогда ну конечно совсем всегда так не важно возможно потому что иначе нет вообще никаких решений ну давайте предположим что х самое большое число а у поменьше вот в такой ситуации мне хочется доказать неравенство правда абсолютно непонятно откуда я могу доказать абсолютно непонятно но но тем не менее идея такая да и еще я здесь написал больше или равно и наверное это меня будет нервировать равно не равно давайте подумаем вообще может ли так быть что у нас в уравнении Маркова какие-то две неизвестные совпадают ну например у вообще бывает так или нет давайте подумаем у квадрат плюс 2 у квадрат это есть х x y квадрат давайте посмотрим вообще это уравнение может нет то что какие-то решения а именно решение x равно y равно z это я помню и решение x равняется 2 y это это я тоже понимаю а вот интересно больше бывает или нет давайте сделать так давайте напишем x квадрат это есть kx kx-2 умножить на y квадрат и что впрочем нет что-то из этого следует из этого же следует что x делится на y согласны очень хорошо значит x это сколько-то x сколько-то и давайте подставим так t квадрат y квадрат это kt y минус 2 умножить на y квадрат так y квадрат скратится и у нас получится забавное равнение t в квадрате это kt y минус 2 смотрите здесь 2 делится на t потому что у меня и t квадрат делится на t это значит что для t всего лишь два варианта или t равняется 1 или t равняется 0 1 как раз оно объясняю почему если t равняется единице то у меня смотрите какое получается уравнение 1 это есть k y минус 2 переношу k y равняется 3 значит получилось что либо k равна 3 и все это та самая тройка x y равна 1 если же t равно 2 то тогда уравнение такое 4 равняется 2 2 k y минус 2 слушайте опять то же самое k y опять оказывается равен 3 и это вот эта ситуация или x равно 2 y z или соответственно x равно 6 y и в любом случае такая простая выкладка объясняет что мы можем не бояться этого самого знака равенства и если мы имеем дело не в такой ситуации которая у нас собственно с самого начала была понятно разограна эти две тройки мы знаем то спокойно можно считать что числа x y и z все разные числа x y и z все разные ну вот все страшно интересно сможете ли вы понять почему k y z минус x меньше x абсолютно непонятно так ты смотришь на ум почему обязательно k y z минус x и 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 если угодно можно считать что k больше 3 когда на самом деле и для k равно 3 нам тоже интересно под этим смотреть мы можем считать что x больше y больше z это пожалуйста мы можем считать что такое такие два не разница в и и математ и на самом деле наоборот k z больше или равно чем 2 Тогда вот здесь будет по крайней мере 2x квадрата. Здесь будет по крайней мере 2x квадрата. Это будет означать, что y квадрат плюс z квадрат это больше или равно, чем x квадрат. Ну и что? Кому это мешало? У нас же числа y и z, они конечно маленькие, они меньше, чем x. Но никто не сказал, что они вместе не могут нам дать x квадрат. Проблема? Мы не можем доказать неравенство. Правда? Не умеем. Это большая неравенство. Потому что весь обещан бесконечный вкус. У нас все не ломается. Не получается ничего. Но на самом деле ситуация какая-то лучше. Я сейчас... Я не зря оставил вот это видимо не достойно. Я сейчас расскажу вам очень некрасивое, такое наполовину украинческое, наполовину теоретическое суждение. И это замечательная штука. Рассмотрим функцию. Функция встроена следующим образом. Это t в квадрате минус k y z t плюс y в квадрате и плюс z в квадрате. Заметьте, я просто переписал левую часть вот этого нашего уравнения. Вместо x везде написав некоторых элементов t. Посмотрим, чем уравняется f от нуля. Понятно, почему? Моль в квадрате минус k y z плюс y в квадрате и плюс z в квадрате. Очевидно, что это больше 0. Потому что y в квадрате плюс z в квадрате больше 0. Дальше давайте посмотрим, чему равняется у нас f от x. Где x это то самое x. Чему равняется f от x? 0. Потому что здесь как раз и написано, что когда вместо t вставляешь x, получаешь 0. А вот сейчас я вычислю величину f в точке y. Чему же равняется f от 0? Считаем. y в квадрате минус k y в квадрате z плюс y в квадрате плюс z в квадрате. Так, давайте посмотрим, что у нас здесь. 2 и 5. Секундочку, да. Давайте так. Пусть у меня сейчас уже k будет больше 3. Что делать, когда k равна 3? Он потом будет выбираться. Сейчас k будет больше 3. 4. Тогда вот это вот число большое. Но оно вычитается с минусом, да? И смотрите, что я тогда вижу. Я вижу тогда, что k по крайней мере 4, да? k это по крайней мере 4. И очевидным образом у меня здесь все будет задавлено. Значит, это будет число отрицательное. Объясняю почему. Значит, это есть. Это меньше, чем y в квадрате плюс y в квадрате плюс y в квадрате минус k умножить на y в квадрате. Что я это делал? Я вместо z написал y, от этого отражение уменьшилось. И я вместо z написал единицу. Вот это даже не увеличилось. От того, что вместо z написал я увеличил. И вместо z написал единицу. Оно, естественно, от этого пока не уменьшилось. Вот так вот, бесплатно. Это у меня будет меньше 0. Это у меня будет меньше 0. Значит, функция в точке y отрицательна. Теперь давайте подумаем, а что это вообще на функции? Это многочлен второй степени от числа z. Как выглядит график любого многочлена второй степени? Это параболка. Мы знаем, что в нуле выражение положительное. В нуле выражение положительное. Мы знаем, что в точке y выражение отрицательное. В точке x выражение, наша функция равна 0. Значит, график выглядит каким-то вот таким образом. Он пересекает здесь выше оси абсцессии. Здесь он ниже. В точке x равен 0. Значит, второй корень должен располагаться между нулем и y. А мы с вами помним, что это и есть второй корень. Это и есть тот самый второй корень. Заметь, он целый, потому что числа k, y, z, z, x это все целые чиселы. Мы только что диаметически увидели, что этот второй корень расположен между нулем и y. Значит, он меньше, чем y. Ребята, мне очень нравится вот это вот рассуждение. Я доказал неравенство k, y, z, x меньше x тем, что доказал, что на самом деле оно даже меньше y. Но для этого, заметьте, мне пришлось не неравенство писать, а мне пришлось рисовать график функции. Я рассмотрел вот такую функцию. Рассуждение просто очень красивое. Рассуждение просто очень красивое. Это такой вот элегантный способ использования многочленов второй степени. Значит, рассмотрели многочленов, сказали против него значение в нуле, в точке x и в точке y. Выяснилось, что в точке y значение отрицательное, в точке x значение равен 0. Значит, второй корень здесь. Ну вот, собственно, все. Мы доказали, что не бывает ка больше 3. Потому что если k больше 3, то у нас с вами совершенно обязательным способом получается, что... А ка больше 3, то получается, что мы умеем из одной тройки делать еще меньшую из этой тройки. То есть, понимаете, мы научились из любой тройки, где их больше y, больше z. А ситуацию, когда y ка больше, это, например, рассмотрели. Мы поняли, что так бывает редко, только когда ка больше 1 или когда ка больше 1. Так вот, а в случае, когда x больше y и больше z, мы научились делать новые решения, когда y и z остались теми же самыми, а x стал меньше. Так мы запустим процесс, и он будет давать нам все новые и новые решения. Будет брать их числа все меньше и меньше и меньше и меньше. Хорошо. Теперь давайте думать, как это нам может помочь, когда k равно 3. Ну, на самом деле, по большому счету, просто у нас с вами вот в этом месте будет стоять меньше или равно. Ну, и нам нужно будет сказать, что вот там получилось решение, когда мы примерно не совпали, а для именно этого случая, а для этого случая мы, собственно, береги отсюда. Смысл понятен? А вот эта функция, то z квадрат мы меняем на y квадрата, а z на единицу? z квадрат мы оцениваем сверху y квадрата. Мы это можем сделать, потому что yz квадрат меньше, чем y квадрата. Ну, почему z меняем на единицу, мне кажется, это тоже понятно. Дело в том, что когда у полиция, когда было большое равное число, то он немного вычитался. Нет, все нормально. Так, давайте мы все-таки посмотрим конкретный пример этого нашего уравнения Белли, когда k равняется 3 и x равняется 1. Я уже обещал сегодня в начале занятия, что это будет 1 плюс y квадрат плюс z квадрат равняется 3y. Смотрите. Давайте подумаем, что у нас с вами есть. Значит, у нас есть такая тропа 1yz. Куда мы ее можем преобразовать? Вот предположим, что у нас y больше, чем z. Тогда преобразование такое. Здесь у нас единица, а здесь будет 3z минус y. Все согласны, что так сработает эта форма? Если единицу и z оставил на месте, то будет так, да? А если на месте оставил единицу и y? Единица y, а здесь 3y минус z. Давайте подумаем, какое преобразование больше увеличивает. Понятно, что второе. Потому что если y больше, чем z, то 3y будет, разумеется, еще больше. И таким образом из тройки чисел 1yz мы получаем тройку чисел 1y, а здесь величина, которая больше, чем z. Давайте, хотя я уже частично это показывал вам, но давайте все-таки реально это позволим. Итак, 1, 1, 1. Что получается из этой тройки? Таким преобразованием. Получается 1, 1, 2. Хорошо. Что получается теперь? Если я, так, если я оставил единицу и двое. 2, 5. Что стоит? 1, 5, 2. Правильно? 1, 5, 2. Конечно. Так. Дальше что? Дальше 1, 5 и 13. Я прав? Так. Отлично. Дальше 1, здесь 13, здесь 3x5 минус 13. Почему 3x5? Нет. 3x13 в минус 13-4. Один, три, четыре, двенадцать. Один, три, четыре. Один, три, четыре, двенадцать. Кто-нибудь знает, что это за число? Кто-нибудь знает, что это за число? Один, два, пять, тренадцать, тысяч? Абсолютно верно. Давайте я напомню вам, что получается. 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55. Так вот, что здесь за число? То есть, если мы с вами выделим 1, 2, 5, 13, то это число Фибоначчи с нечетными номерами. То есть, 13 это какое? 1, 2, 3, 4, 5, 7 число Фибоначчи. Получается, что решение уравнения Марфа, когда х это единица, это такая вот стройка чисел Фибоначчи. Единица, Фи 2н минус первая и Фи 2н плюс первая. Такая вот тройка чисел Фибоначчи. Давайте поймем, почему. Если у меня есть другая тройка, Фи 2н плюс первая и Фи 2н плюс первая. Давайте подумаем, как связано вот этот 2н плюс первая. Давайте подумаем, как связано. Смотрите, если у меня выписаны чисел Фибоначчи 2н минус первая, 2н плюс первая и 2н плюс третья, то какое число находится здесь? Понятно, какое. Фи 2н плюс первая минус Фи 2н минус первая. Потому что сумма этих пу должна равняться. Какое число находится здесь? Тоже понятно, какое это. Сумма вот этих. 2фи 2н плюс первая минус Фи 2н минус первая. Ну и теперь вопрос, чему равно это число? Понятно, чему. Надо вот к этому прибавить это. Значит, давайте прибавлять. К этому прибавить это. Получится как раз 3 раза Фи 2н плюс первая минус Фи 2н минус Фи 2н минус первая. Таким образом, для числа Фибоначчи это абсолютно понятная формула, которая просто из определения числа Фибоначчи сразу получается. И мы с вами видим, что уравнение на соседние числа Фибоначчи с нечёртым номером – это частный случай уравнения. Ну, на самом деле, о самом интересном, я здесь и не рассказывал. Потому что уравнение Маркова, оно связано с разными интересными вопросами в метровях. Так что на этом, чтобы, значит, наука не остановилась. Более того, даже сам Марков сразу изучал их не просто как такой вот теоретический числовой курьёсов, А он всё это делал вполне серьёзно и с целью. Спасибо. Спасибо. Спасибо.